Миллиардные прибыли за счет обладателей яблочных гаджетов. Кто и кому подарит подводные дроны и каковы условия получения водонепроницаемых гаджетов. Знаменитая яблочная корпорация представила отчет о работе в минувшем финансовом квартале. Согласно нему, Apple получила рекордно большую выручку и прибыль. Это и неудивительно, ведь приобрести гаджеты компании могут позволить себе далеко не всем. С такой стоимостью, кажется, нужно постараться, чтобы уйти в убыток. Общий доход за подотчетный период составил 62 миллиарда 900 миллионов долларов, что на 20% больше показателя годичной давности. По итогам же 12 месяцев выручка работы компании Apple достигла 265 миллиардов 600 миллионов долларов против 229 миллиардов 200 миллионов долларов годом ранее. Главным виновником успеха, конечно, стал iPhone. На нем компания выручила 37 миллиардов 200 миллионов долларов за три месяца. Что интересно, в штуках продажи остались приблизительно на том же уровне, а вот доход с единицы значительно возрос. Средняя стоимость смартфона достигла 793 долларов. Розничная цена нового гаджета в Казахстане, представленного в сентябре, составляет примерно полмиллиона тенге. Выручка от онлайн-сервисов Apple также показала рост. App Store и Apple Music и другие приложения помогли компании получить почти 10 миллиардов долларов, что также стало рекордом. А вот продажи iPad продолжают падать. В этот раз они снизились на 6% в количественном выражении и на 15% в денежном. Американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, решил помочь зрителям с приобретением новейшего технологического оборудования. Проект запущен не для рекламы, а в научных целях. Все, кто интересуется изучением подводных глубин, могут побороться за одного из тысячи подводных дронов. Каждый из них стоит 1700 долларов. Дарить технику планируют исследовательским институтам, организациям и ученым, изучающим океан, сообщает украинское издание Robotics. По мнению одного из учредителей проекта, высокая стоимость оборудования – это преграда, затормаживающая изучение подводного мира морей и океанов. Организаторы даже создали платформу, где исследовательские организации и отдельные ученые смогут размещать свои наработки и делиться полученными результатами друг с другом. Например, на платформе уже размещены проекты, которые помогают в поисках обломков метеоритов под водой, а также исследуют акул или редких насекомых. На платформе можно оставить заявку для того, чтобы впоследствии получить желаемый дрон. Заявка будет рассматриваться группой ученых, и среди всех поступивших выберут тысячу наиболее перспективных, которых обеспечат необходимыми устройствами. Счастливчиком будут отосланы дроны, трос длиной 7 метров 60 сантиметров. Доставку и дополнительное оборудование победители оплатят сами. По заявлению одного из учредителей проекта, дроны оснащены только видеокамерами, но некоторые пользователи уже нашли способ, как их усовершенствовать, и добавили роботизированные руки для сбора планктона. После завершения проекта устройства останутся у новых владельцев. Планируется, что в месяц будет отправляться около 50 дронов. Отправка начнется уже в первом месяце следующего года. Подача заявок уже началась. Таковы главные новости хай-тек индустрии к данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся. Продолжение следует...